Добрый вечер. Я Татьяна. Это программа «День люди. События». Сегодня мы говорим о событиях 13 апреля. В Санкт-Петербурге проведены испытания первого в России троллейбус. Первый же российский троллейбус был создан в 1902 году. Разработкой занималась фирма «Фрези» и «Акционерное общество постройки и эксплуатации экипажей и автомобилей», основанная русским изобретателем, одним из конструкторов первого российского автомобиля Петром Александровичем «Фрези». Двумя годами раньше появились первые легковые автомобили «Фрези» с двигателями внутреннего сгорания. В 1902 году «Фрези» выставил их на военные маневры под Курском. И в том же году фабрика построила первый в России грузовик, а годом позже – автобус. 13 апреля 1902 года в Санкт-Петербурге были проведены испытания первого в России троллейбуса, который еще называли электрическим автомобилем. Весил троллейбус 820 килограммов. А электрическое оборудование для него изготавливалось по проекту барона Шулинбурга. В основу такосъемника была положена французская конструкция изобретателя Ламбаржурина, по проводам катилась контактная тележка с троллей. Журнал «Автомобиль» по поводу этих событий опубликовал заметку о беспытаниях автомобиля, приводимого в движение электрической энергией, получаемой от проводов вдоль пути, но ходящего не по рельсам, а по обычной дороге. Вам понравилось наше видео? Ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал. Субтитры создавал DimaTorzok